Эти люди не любят Алену Апину, они не слушают Валерия Леонтьева, они топчут своими пыльными кедами в светлое имя Татьяны Булановой. Вон и катаются на ролликовых кавзанах на скейтах. Сегодня здесь соревнуются роллеры, скейтеры, BMX-еры. Это маленькие велосипедисты такие. Здорово, что вы поддерживаете маленьких людей, ведь реально в последнее время правительство забыло о них. Реально люди хлопают только тогда, когда кто-то падает. То есть получается такая сделочка как бы над маленькими людьми. Ничего? Потом предъявки не кидают? Нет. Мы как-то смотрели в Донецке шоу с маленькими людьми, а там даже хлопали, если маленький человек мог пройти 10 метров, не упав. Ну реально, им это очень тяжело. Да. Ты реально крутой. Как ты можешь так выглядеть? Так, ну, дуже крутой и фэшн вот такой. Какой фэшн? Ну, нормально я выгляду. Ну, если ты слишком крутой, вот такой вот крутой. Я не крутой, но тут как бы вопрос. Ты крут. Я? Ну да. А я крут? Я промолчу. Раньше гитару взяли, во дворе сели, пиво, то, сё. А это что началось? Ну, не пойми, что ломают ноги, руки. Ну, так что, ну, по крайней мере, это лучше, чем пить пиво, водку и искать приключений на свою задницу. А чего он бы с защитой скажет? Вот это интересно. Вот вы в защите, в шлеме. У вас специальный чехольчик под мобильный телефон, чтобы не вылетел, правильно? Да. Специальные петелечки, фонарик. Да. Основная течия от нашей страны, нашего общества, это все же таки гламур. Чему вы ее не дотримуетесь? Это течение далеко от меня. А вот, чтобы якось вычурно выглядеть, вот самое, что треба робить, на вашу думку? Ничего, вообще ничего. Чтобы девчата звертали увагу, ну, и... Я катаюсь свою удовольствие для девочки. На девчат наплевать абсолютно. Абсолютно. Дошка – найкращая подруга. Да. Вы сегодня не катаетесь? Можем, ну, лишь покатался. Пока травма у вас, да? Ну, пока травма, так, можно. Пока восстанавливаетесь? Конечно. Что случилось? Поломаз. Не расставивайся, потому что у нас вот Артем Милевский футболист, Динамо. Постоянно со сломанной ногой играет. Человек бегает. Ему свистят все, но он бегает все равно. Окей. Держись. Иснует своєрідна мода для скейту, роликів і бейміксу. Я бачу, ви дотримаєтеся саме оцієї моди молодежної, так? Я, да, я всегда був поклонникам інтересів молодежи і сам стараюсь не відставати від цього. Приветствую. Ви не проти експериментів, так? Нет, не проти, ніколи ніколи ніколи. Ми любимо хиттери. Ви не проти експериментів, так? Некоторі довго готовяться, некоторі бояться. Некоторі, скажімо, іногда, щоб сбросити адреналин, немного матеряться. Ну, а так матеряться, да, стоять матеряться? Ну, треба когда сбросити адреналин, це саме, напрям, прикольно. А якщо, наприклад, с моста отбуть ролики, взяти скейт, сесть на велосипед і все це обвязати веревкою і прыгнути, це буде дуже експеримально. Це буде сразу 4 експеримальних вида спорта, це заявка. Ну, можна і так сказати. Це дуже серйозно. І можна при этом ще материться, це буде ще і забавненько. Чого ти так в сторонці сидиш? Не знаю, втомився я тут вже. Я просто думала, що ти так в сторонці сидиш, бо ти занадто модний для цієї тусівки. Не знаю, ні, просто тут реально вже втомився. А на що ще ти любиш дивитись? На скейтері, на бейміксерів, як читають реп, наприклад, як брейк-данс танцюють. А нічого, що це все хлопці роблять? Найкраще дивитися нахід на дівчат? Ну, не знаю. Ні? Довно катаєшся? Ну, году два, наверное. Ломало вже що-ніть себе? Две руки сломало там. Ну, це настоящее скейтерше вже, получается. Уже сломало. Як відноситься до того, щоб, ну, в якій-то культурі знаходиться дуже довго, всерйозно? Ну, якщо цим займаєшся, отдаєшся повністю цьому делу, то, наверное, стоїть якось віддавати всі сили і продвігати якось це. У мене друг патологоанатом, він так же говорить. Я не знаю. Ну, він вскрыває трупи. Ну, да, він цим увлекає, це його робота, йому за це платить деньги. Ну, він не ломав, не ломав руки пока що себе, тому що я считаю, це не серйозно. Ну, почему? Це ж його робота. Байміксери нижче на лам. Ну, вони якісь, ну, вони, звісно, круті іноді, але взагалі вони не такі, як ми. Просто скейт, більш глибокий взагалі вид цього всього. Скейтери, художники пишуть стихи, там, фільми снимають. А біоміксери і роллери в основному не такі продвинуті, ребята. Такі тупакі трошки. Ну, не то, щоб так жоско говорить, але такі вони, попроще. Слышно, він отчетико катається, да? Нормально. Ну, видно, видно, таке, хороше, хороше. Да? Сам катаєш? Нет? А, наче? На ритике попроще кататься, ніж на роликах. В роликах я не ж к ногам привязаний, понял? Попрою, Танас. А сам ти на чём катаюсь? На машіне. Красиво. Там тоже, там, на доброваду ж получать, понял? Ну, і тоже другое, више, више, хай-левел. Як ви, віде, віде, віде? Дальше развиваться в цьому направлении. Конечно, стоит. Лучше же, чем водку, как мне пить. Ну, ничего. Это, кстати, ну, водочка, она зато неторопливенько так іде, без спешки, без суеты. Тоже нервы надо беречь. А не, знаєте, щас напроюваться, а потом спать не можна. Водочку сел с товарищем, поговорил, пообщался. Это да. Это ж, ну, тоже, мило, это наше национальное, скажемо. Конечно, это супер. Святого. Без этого никуда не денешься. Всего должно быть в меру. Покатался и выпил, сел, пообщался. Нужно же и духовно развиваться, а? Конечно. Так, ребята, молодцы, прыгают. Подписывайтесь и смотрите все выпуски Дурнёв Плюс Один первым. Дурнёв Плюс Один первым.